В городской бане сегодня открылся срочный помывочный пункт. Причем в одном зале. Здесь мужчины и женщины. Всем выдали одинаковую одежду, а старую уничтожили. Так действуют спецслужбы в случае чрезвычайной ситуации. К чему готовят Сверодвинск, узнавал Михаил Брюхов. Верхняя одежда, куртки, польта, шапки. Выставляем 30-40 метров вешало от бани. Делать им может быть спину. Для обуви есть у нас тазики, обтираются водой. Дальше заходит в пае. Хорошо, спасибо. В каждой душевой сегодня по сотруднику городской бани. На входе дежурят люди в защитных костюмах с химическими приборами. В кабинках для переодевания развернулись пункты выдачи одежды и документов. Так город готовится к чрезвычайным ситуациям, например, химической атаке. И сегодня это всего лишь учение. В городской бане находится пункт санитарной обработки. Куда жители должны прибыть в первую очередь при крупном заражении. С помощью приборов здесь определяют степень загрязнения одежды и обуви. Производится санитарная обработка по специальным методикам. Она производится. И также здесь производится замена одежды. То есть загрязненная одежда у нас здесь изымается, им удается новая. А загрязненная одежда уже направляется у нас на пункт санитарной обработки спецодежды. В случае ЧП горячим обедом население обеспечит передвижной пункт питания. Сегодня такой на учебной организовали сотрудники комбината школьного питания. 150-200 человек мы сможем накормить и напоить горячим чаем. Для этого есть у нас автомобили, есть специальные термоконтейнеры, в которых горячие еда сохраняет температуру до 4 часов. И в любое место города мы сможем переехать и организовать питание. Подобные тренировки проходят сейчас по всей стране. Мероприятия приурочены к Дню Гражданской обороны России. Сегодня в учениях участвовали специалисты МЧС, МВД, городской администрации, единой диспетчерской службы, Севмаша, ТЭЦ, САФУ, химчистки и управляющих компаний. Северодвинск в случае предполагаемой катастрофы в группе особого риска. Однако, как показали учения, к ликвидации ее последствий организации города готовы. Оценка совместным действием удовлетворительна. Михаил Брюхов, Дмитрий Ткаченко, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.